Привет! Ты на канале Куда приводят мечты. И сегодня в выпуске. Одни поговаривают, что это недавно потухший вулкан, примерно 170 миллионов лет назад. Другие называют это место черной горой, явно продвинутые мистики. А третьи абсолютно уверены, что это среда обитания карадакского чудовища, которое, к сожалению, можно увидеть только на РЕН-ТВ. Карадак. Начинаем. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Весь маршрут из курортного на перевал южно и обратно около 7 километров и занимает порядка 4 часов. Но если появится желание продолжить путь и спуститься в Картебель, это еще добавит в районе 3-4 километров и часа времени, а максимальная высота туристической тропы 360 метров. У маршрута есть официальное название «Экологическая тропа». Цена за детский билет 400 рублей и взрослый соответственно 600. Можно, конечно, попробовать пройти зайцем, но знаете что? Опытные сотрудники заповедника имеют острый взор, хорошие бинокли и очень быстрые накачанные ноги. Туристическая тропа носит название «Хребет береговой». Она объединяет два поселка – Курортная и Картебель. Отсюда открываются фантастические виды на горный массив Ичкидаг, многочисленные бухты со сказочными названиями и знаменитую арку «Золотые ворота». Конечной точкой маршрута является панорамная площадка с видом на Картебель и Барракольскую долину. Факты. Флора Кардага насчитывает более 2500 видов, а фауна почти вдвое превышает эту цифру. Понятно, что показатели в первую очередь заслуга сотрудников заповедника и, безусловно, красные книги. Минута истории. В 1927 году на Карадаге существовал карьер по добыче полудрагоценных камней – сердолика и агата. И все это дело поставлялось в Питер, где было организовано производство уникальных украшений. Но местные жители были не в восторге, мягко говоря, и карьер закрыли. А в 30-х годах началась добыча ежмовидного карадагского трасса. Он уже ехал в Новороссийск на цементный завод, где добавлялся для прочности в строительные материалы. Ну и самая важная информация – мифы и легенды. Что касается Карадага, название то переводится оно как «Черная гора». Предки считали это место мистическим и обходили его стороной. Есть версия, что весь карадагский массив был окружен христианскими часовнями. И было их, конечно же, семь. Идем далее. Карадагский змей или морское чудовище. Это вообще топ в клинической истории того автора, который это придумал. Если кто не знает, рассказываю. В прибрежных водах Карадага обитает страшный и ужасный морской змей. Размером с хрущевскую пятиэтажку. Но самая крутая его фишка – это режим невидимки. Он тысячи лет уже бороздит местную акваторию, но ни разу и нигде не засветился. Хотя тут, конечно, нужно уточнить. Его действительно видели пару фотографов и съемочная группа канала РЕН-ТВ. Проблема лишь в том, что у этих ребят, к сожалению, образ этого загадочного существа неприлично отличается. Что не может не огорчать всех тех, кто так глубоко и по-настоящему верит в это недоразумение. Итак, что же такое Карадаг? Карадаг – это не только вулкан, заповедник и место обитания редких видов флоры, фауны и прочей сказочной нечисти. Карадаг – это место, куда приводят мечты. Тут останавливается время, а мысли, как лава, даже если захочешь, не соберешь. И только уже ради этих эмоций это место стоит посещать и беречь. И прежде всего, от самих себя. Путешествуйте больше, оно того стоит. Вы знаете, что делать. Пока.